Отличная физическая подготовка и великолепное чутье. Более 200 лет назад, 8 февраля в полицейской операции, впервые задействовали служебную собаку. Чтобы узнать, как сейчас воспитывают четвероногих стражей порядком, мы отправились в гости к кинологам. Это любимая команда Арби. В свои два года она смело может сказать, что тренируется уже полжизни. А готовится Арби к следовой работе. Искать и идти по следам определенного человека – ее главная задача. По следовой работе у нас собаки, они должны отвечать, например, определенным требованиям. Где нужно? Обязательно это железные нервы. То есть она должна быть, у нее психика очень даже крепкая. Также физические качества должны быть неплохими. Ну и как бы поисковые эти качества должны быть обязательно. Поисковые всем касается. Арби готова в любой момент приступить к делу. Она пулей срывается с места и без труда берет нужную мишень. Сейчас для нее это игра и пока так и должно быть. Кстати, впервые собаку в полицейском деле задействовали в Шотландии. С помощью бультерьера повязали преступную шайку, занимавшуюся контрабандой виски. С тех пор собак стали привлекать к различным операциям. Активность и любознательность – вот главные качества будущего помощника полицейского. Кстати, у собак, как и у людей, есть разделение по типу характера. Например, для службы больше подходят сангвиники и флегматики. Собаки должны быть уравновешены спокойными. Каждое дрессировочное занятие, каждой собаке – своеобразный подход. Каждая собака представляет из себя как бы свою личность. Если для поисковой работы больше подходят немецкие и бельгийские овчарки, то, например, спаниели лучше всего справляются с поиском взрывных и наркотических веществ. Кстати, каждая собака, а здесь в центре их более 40, тренируется минимум два раза в неделю по 4 часа. А начинают заниматься щенки иногда даже с одного месяца. Иди сюда! Ко мне! Ди-ди! Сиди! Сиди! А эта бельгийская овчарка – профи в своем деле. Бонза за 8 лет службы задержала такое количество преступников, что сейчас уже и не подсчитать. Восемь лет для собаки – это много? Да, достаточно много. А в каком возрасте они на пенсию служили? Как раз-таки в 8 лет мы уже можем их отправлять уже на собаки. Как они называются после службы? Ну, у каждого своя судьба собаки получается. Но в основном мы все забираем их своим домом. Конечно, пенсию четвероногим стражам не выплачивают. Но и без этого хватает желающих приютить пса, верой и правдой от служившего на передовой борьбы с преступностью. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.